Сегодня делаем композицию частично из засушенных цветов. Приготовьте высушенные берграсс и аспидистру, а также свежесрезанные тюльпаны и гортензии. Здравствуйте! Вы смотрите программу Ботаника, а меня зовут Алена Пескова. Сегодня мы с вами сделаем опять что-нибудь эдакое, цветочное, ни на что не похожее. Сегодня мы будем делать композицию и из свежих, и из сухих цветов. Некоторые цветы для растения могут стоять в вазе очень долго. И в конце концов приобретают весьма неплохой высушенный вид. Вот посмотрите, например, аспидистра. Это была пестрая аспидистра, такая бело-зеленая. Она высохла и осталась вот такой вот пестрый, но уже коричнево-бежевый. Мне кажется, что очень красиво получилось, несмотря на то, что растение уже совершенно сухое. Поэтому почему бы не использовать его вторично и тоже в цветочной композиции? Не вижу никаких преград к этому. То же самое берграсс. Смотрите, он становится такого соломенного цвета. Но в то же время он намного качественнее солома, в том плане, что он длинный, ровный, и из него можно накрутить какие-то интересные элементы. Если берграсс высушить в темноте, он будет более яркого цвета. Вот этот как раз высох в темноте, и он приобрел такой светло-салатовый, даже бело-салатовый оттенок. Тоже очень симпатичный. Так что можете экспериментировать. И сегодня мы с вами попробуем сделать как раз такую смешанную композицию. Для начала подберите вазу. У меня вот такая вот ваза из светлого шамота. Оазис, вымоченный в воде. И для начала заполним вазу оазисом. Делим его на нужные части. Учитывая особенности композиции, делаем оазис немного торчащим над кашпо. И обрезаем вот такие вот углы, чтобы сам кусочек был ровный, слегка втекаемой формы. Так нам будет удобнее размещать в нем стебли цветов. Втыкаем их не в угол оазиса, а в плоскости. Итак, подготовив оазис, можно начинать размещать цветы. Начну я, пожалуй, с сухих цветов, со спидистром. Для размещения цветов мне нужно подготовить проволоку. Сделаю несколько скрепок из проволоки. Вот таких вот скрепочек. Для того, чтобы можно было сделать скрученные элементы. Так, посмотрите, я отрезаю спидистром. Располагаю ее в оазисе. И при помощи скрепочки фиксирую вот такой вот завиток. Ну и то же самое проделываю с другими листьями аспидистры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрезаем, находим место и фиксируем в оазисе. Хочется, чтобы композиция выходила немного за пределы кашпо и поднималась чуть-чуть вверх. Но в целом композиция будет достаточно плоской и немного напоминать форму кашпо, в котором находится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда основные крупные элементы из аспидистры готовы, можно попробовать применить бирграсс. Надо только определиться, какой цвет нам больше нравится. Вот такой соломенный или светло-зеленый. Попробую соломенный использовать. Мне кажется, он ближе к аспидистре, по тону, и лучше будет смотреться. С ним поступаем примерно так же. Подготавливаем проволоку, из которой делаем скрепки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пробуем скрутить из бирграсса колечки. Вот такие вот. Причем хвостики можно просто обрезать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрезаем. Берем скрепку. Можно сразу вот так вот закрутить. И фиксируем все это на поверхности оазиса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаем плодный пучок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем скрепку, фиксируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обрезаем все лишнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И опять располагаем на поверхности оазиса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получились вот такие кудряшки из сухих цветов. По-моему, для материала, который можно было просто выбросить, очень неплохо. Теперь осталось добавить чего-нибудь эдакого, добавить жизни в композицию. Пускай жизнь будет добавлена в виде тюльпана. Продеваем тюльпанчик через колечки. Немного изгибаем стебель. Так, чтобы он тоже был виден. Он весьма неплохо смотрится. Не получилось, сломался стебелек, но ничего. Этот тюльпанчик мы используем в таком вот коротком варианте. А со следующим придется быть более аккуратными. В идеале, если вы хотите погнуть тюльпаны, лучше их оставить на какое-то время без воды. Или можно аккуратненько вот так вот их теплом рук, согревая, немножко изгибать, по чуть-чуть. Тогда они не будут ломаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, так постепенно добавляем тюльпаны по всей поверхности композиции. Стараемся, чтобы стебельки тоже было видно. И так продолжаем ставить тюльпаны. Стараемся заполнить ими композицию достаточно равномерно. Направляя то вверх, то вниз, то в сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для фиксации тюльпанов тоже можно использовать проволоку. Точно такие же скрепки, как мы делали для сухих растений. Если в этом есть необходимость, фиксируйте тюльпанчики этими скрепками, чтобы придать им нужное направление. Мне не очень нравится, когда тюльпаны смотрят строго вниз. Хочется чуть-чуть всегда придать им какое-то направление вверх. Тут как раз помогают скрепки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний тюльпанчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда доставите тюльпаны, наверняка остается какое-то пространство, где все еще видно оазис. Его можно закрыть очень элегантным способом при помощи гортензии. Гортензию можно разделить на отдельные соцветия. И каждое из них расположить в оазисе. Самое главное не забыть в конце налить как можно больше воды по максимуму в вазу, для того, чтобы все цветы, в том числе гортензии, доставали до воды. Это очень благолюбивое растение и момент очень важный, если вы хотите, чтобы ваша композиция простояла подольше. И добавляем вот эти небольшие соцветия гортензии. Везде, где в этом есть необходимость. Само все растение, очень красивый цвет. Идеально оттеняющие тюльпаны. Лучше не придумаешь. И к тому же гортензия, именно этот сорт при высыхании, остается тоже очень симпатичным цветком. Она практически не меняется. Возможно, только немного становится бледнее, но остается и зеленый цвет, и вот этот розоватый оттенок цветов. Теперь осталось дело за малым. Убираем какие-то мелкие недочеты. Торчащие слишком сильно. Отдельные травинки. На этом, думаю, можно считать, что композиция готова. Посмотрите, как интересно получилось, какое сочетание. Непонятно, к какому сезону относится композиция. То ли осень, то ли весна, то ли лето. Потому что совершенно разные цветы из разных сезонов. Можете намеренно сделать так же, а можете использовать только сезонные цветы. Например, вместо тюльпанов взять что-то осеннее, циние, например, или клематисы, или астры. Почему бы и нет? Пусть вам подскажет ваше чутье, что лучше использовать. Ну, или просто ассортимент вашего сада. Меня зовут Алена Пескова. Вы смотрели программу «Ботаника». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!